Ну что ж, это, естественно, Стар Дивали, у нас с вами 18 день, секундочку, что-то по заданию у нас с вами, охота за материалами Робин. А, ну просто да, я же в конце прошлого выпуска это забрал, а сейчас просто, ну, естественно, загружается с той же точки. Давайте посмотрим, как у нас с вами там с предсказательницей, что у нас сегодня. Духи в добром расположении, отлично. Я предлагаю, на самом деле, сегодня заняться, ммм, как раз кораблем Вилли. И я хотел заглянуть в подвал, потому что я уже неделю, наверное, не заглядывал, посмотрим, что здесь... Что здесь происходит, слушайте, а у нас вино получило золотую звезду, То есть, я так думаю, что, ну, то есть, две трети от качества пройдено, осталось только иридивое в этих бочках. Эти бочки, это совсем свежие, то есть, даже здесь серебряные нету. Потом мы с вами здесь немножечко по-другому все расставим, дополнительные бочки сделаем, это успеется. Там, спешить никуда не нужно, потому что все равно так много вина нету. Хотя, вот еще четыре бутылки, ладно, древние плоды потихонечку приносят свои плоды, так скажем, естественно, приносят нам вино. А вообще-то 15, да? Я что-то как-то об этом и не подумал. Ну, ладно, хорошо, пока что оставим так, как есть, потому что просто не успеваю и мне нужно нурбить древесину. Нам с вами понадобится, помимо древесины, на такие бочки, если не ошибаюсь, да, твердая древесина. А вот имея вот это умение, которое у нас с вами сейчас, мы сможем это выполнить, потому что раньше-то у меня были проблемы с твердой древесиной, плюс твердая древесина нам понадобится сегодня на корабль в Вилле. Так что из-за этого я просто боялся ее тратить. У меня есть 40 джема морожки, у меня есть древние плоды вот такие обычные. Ха, я и забыл, что они здесь лежат, окей. Здесь, да, в принципе, ничего важного, да? То есть просто шишки убираем. Берем с вами алмаз, я хочу посмотреть, что у меня там за письмо пришло. А вот что за письмо пришло? Ну-ка. И, Алекс, поздравляю с завершением моего маленького испытания, я восхищена. Кстати, в качестве бонуса я к этому письму еще и чертеж нового сундука приложил, наслаждайся, Робин. Каменный сундук, а вот это за... за это спасибо. Теперь, когда у тебя так много материалов, почему бы тебе не зайти ко мне и не помастерить? Ха-ха-ха. Хитро, хитро. Ладно, приди ко мне потрать бабки, да? Я приветствую, в этой посылке я высылаю эти магические... Да ладно, брось кварц, зафига у меня. Ну, чем-нибудь хороший бы прислал, ну реально. Я, честно говоря, даже не знаю, он где-то используется в каком-то крафте, я его типа собираю, а никакого крафта с этим связанного нету. Так вот, у нас с вами есть такой сундук, а она прислала чертеж каменного сундука. Где он? Я его что-то абсолютно не вижу, стоп. А, вот он он. 50 камней и все, но он прикольно выглядит, кстати. Вообще-то вот эти золотые полоски, это по-любовому должно быть золото, то есть в нем хотя бы один слиточек нужно использовать. Ну, надо было так сделать, естественно, разработчика, имею в виду. Четверг, 12 часов дня. Так странно, она же вроде должна работать. Привет. Грубин, черт. А где она сейчас может быть? Пойдемте в магазин сходим, потому что... О, точно, я забыл про магазин... Ну, Джоджо Март, там же помните? Да, это было в выпуске, ударила молния. Я, кажется, добавлял это. Так вот, ударила молния и появился проход. Я так и не сходил, забыл. Вылетел из главы. Линус... Джоджо Ку... Да нет, ну нафиг, бизина. Не-не-не, я не буду сейчас это искать, нафиг нужно. Так, привет. Давай продадим тебе вот это добро, вот это добро. А, из этого я забыл сделать, да? Ну ладно, не страшно. Морошку продадим. Это я себе оставлю, это я продавать не буду. 14 500. Ну что, Вилли, рассказывай. Подожди, а я думал, ты мне просто покажешь дальше все. Я именно поэтому к тебе не заходил. Ну, в смысле, что будет продолжение. Может, вот так подойти нужно? Привет. Ходят слухи, будет, доводится у нас рыба очень редко. Да понятно. А что здесь-то? А, просто зайти нужно. Окей. Крабик такой. Да уж, посудина, блин. Да, грустное зрелище, правда? И не говори. Это лодка моего отца. Служил ему верой и правдой 50 лет. А сейчас едва на плаву держится. Ты чего ее не починил-то? Я бы починил ее сам, но у меня нет нужды для этого материала вдруг. Ну ладно, хороший ответ. Да, 200 единиц твердой древесины для корпуса. Хорошо было бы начать с этого. Но нам еще нужно как-то починить билетный автомат и иридивый якорь. А, иридивый якорь. Понятно, без иридия бы мы точно это не сделали. Я бы смог починить старушку, будь у меня все нужны материалы. Тогда бы я смог отвезти тебя на Ферн-Айленд. И вот это вот как раз контент 1.5. То есть последнее обновление. Говорят, там есть остров со странными попугаями. Ммм, хорошо, конечно, помогу. Не, не моя забота. Прикольно. Да, я на это наделся, друг. Я не буду запирать дверь. Можешь приносить материалы, когда душе угодно. Амм, окей, договорились. Стоп. Здесь что нам понадобится? 5 аккумуляторов. Ерунда. 5 рядовых слитков. Ерунда. И 200 твердой древесины. Во, да, точно. Твердой древесины. Мне кажется, у меня немножко не хватает. У меня есть телепорт домой? Этот тотемчик есть. Вон, хорошо, давайте используем. Вот это место. У нас 178 твердой древесины. Окей. Иридевые слитки 5 штук есть. Это не проблема. Так, твердые древесины. Ладно, давайте сначала сходим с вами вниз. О, да, точно. Чуть было не забыл. Вот эти деревья мне, честно говоря, здесь мешают. Вот это не 100% шанс, что нам выпадет твердая древесина с срубленного дерева. Но типа шанс есть. Я надеялся, что довольно-таки высокий. А мы можем немножко повысить это вот таким образом. Окей. Нам нужно всего-навсего 22 единицы древесины. Это немного. То есть мы сейчас одну единичку получили. Отсюда ни черта не выпадает, прикинь. О, 4 древесины. Тихо, куда ж ты падаешь? Ладно, прилетело еще 3 древесины, отпей. А я думал, что типа одна единичка может выпасть и все. Нет, ну так-то это круто. Надеюсь, ты дома, Марни. Здесь нету, здесь нету. Джаз, где Марни? Мисс Пенни учит меня чистописанию. Это хорошо. А, вон она, спиной стоит. Не заметил тебя. Может, она и до этого где-то здесь также стояла? Я просто не увидел. Как вариант, они тут сливаются с окружением на самом деле. Привет. Угу. А теперь давай посмотрим, какие у нас отношения. Все, с этим покончили. Сегодня духи также в добром расположении. Так, у нас 14 тысяч. Я хочу все-таки подзаработать деньги на третье улучшение у курятника. Привет. Сегодня мне нужно в город. Хорошо, давай. Всем уделяем внимание обязательно. Кстати, а, да, с тобой же тоже есть отношения. Они вот там у нас с вами показаны. То есть, потихонечку, я так понимаю, они должны заполняться. Нужно для дварфа найти чертов свиток. Я все время забываю, типа, фармить. Последние дни вообще не хожу туда. Так. Два рубина. Вот это я хотел, на самом деле, сейчас попытаться немножечко изменить. У кого-нибудь есть аккумуляторы? Пульта телека сдоха. Каждый раз вставать. Потому что, блин, хорошо принесу ПМ. Так вот. Я хотел переставить вот эти вот кристалляриумы. Давайте сейчас попытаемся это сделать. То есть, мне понадобится камня. Дальше. Делаем с вами тот самый сундук. Хм, прикольно. Костер, ладно. Ну, типа, нужно тоже где-нибудь поставить. Просто посмотрите, как выглядит. И попытаемся поднять с вами этот. Во, да, да, да. Он выплевывает. Мне вот как раз было это интересно. Если поднять его, он выплюнет его обратно или нет? И поставим тебя где-нибудь дома. Там у нас с вами ребенок. Тут можно кое-какие комнаты расширить. Помните, вот здесь можно было комнату пристроить. И сделать там отдельное помещение. Но пока что... Ладно, вот мы с утра встаем, добегаем сюда. Здесь все забираем. Ну, не нравится мне, что это там стоит. Плюс это место занимает. И на самом деле, хотел я это поставить где-нибудь здесь. Окей. Естественно, рубинчики положим обратно. В смысле четыре рубина? А, ну да, ты же по два выкинул. Я хотел еще посмотреть вот что. Сколько стоит один козий сыр. И сколько стоит одна бутылка большая козьего молока. Вот такая вот. Именно ридевая. Потому что это важно. Если разница в цвине не очень большая. То проще на самом деле это молоко продавать, не делая сыр. Это хорошо, что у нас с вами абсолютно все было. Да. Ставим аккумуляторы. Ставим ридевые слитки. И, естественно, древесину. Все? Вы нашли все материалы. Лодка будет починена к утру. А, то есть сегодня мы с вами никуда не плывем. Поплывем завтра. Кстати, пятница. Я не знаю, есть ли смысл вообще заглядывать к этой торговке редкими товарами. Хоть что-нибудь у нее полезное может быть или нет. Ну ладно. На самом деле я сейчас просто хочу взглянуть в Пьеру. Ну давай, расскажи мне. 828 за бутылку. И 720 за золотой сыр. Видите? То есть бутылки продавать выгоднее. Нет смысла никакого делать. Понятно. Хорошо. 15 тысяч, 16 тысяч. Робин, привет. А, развитие сообщества. Что это такое развитие сообщества? Хотите построить дом для Пэм? Отличная идея. Только мне нужно 950 кусков дерева и 500 тысяч золотых. А, раньше этого не было. Все, я тебя понял. Косметический ремонт. Добавить угловую комнату, южную комнату, открытую спальню. Убирать стены между спальней и прихожей. Удалять комнату. А, это удалить. Добавить угловую комнату. Это вот это, да? Угу. Подожди, я не очень понимаю, как это будет выглядеть. Да давай добавим. Чего ж нет? Сразу сделаем. Уберите все предметы из зоны ремонта. А, то есть вот эти штуки нужно отсюда убрать. Ладно, в следующий раз. Ну ладно, подожди. Это еще не все. Здание для фермы. Птичник. Не этот. Мне нужен вот такой элитный. 500 древесины, 200 камней и 20 тысяч золотых. А, золотых маловато. То есть мы можем сегодня заказать. Вполне. Чего нет? Давайте с вами, наверное, тогда сразу сжахнем сейчас вот этого добра, чтобы побыстрее бегать. Ммм, камни нужны были, да? Ладно, с камнями сейчас разберемся. Это не такая большая проблема. Я хотел глянуть, что в Джоджо происходит. Все время забываю об этом. Ну там по-любому этот же будет внутри сидеть, да? И там плакать, я не знаю, или поджидать в углу где-нибудь. Ой, стой. А что за? Еще один узелок. Покинутый Джоджо Март. Сюда нужно принести вино серебряного качества, древний плод, 5 золотых древних плодов. Лосось пустоты, динозавровый майонез, радужный осколок и черная икра. Ого, блин. Жесть. Ладно, вино одно мы с вами можем прямо сейчас достать у нас, потому что дома оно есть и нужно его достать, иначе у нас его не будет и придется ждать. Господи, а я про это забыл совсем? Я же хотел этим заняться. Просто напрочь выбило из башки, что я хочу сделать прудики для рыбы. Ладно, сюда некуда положить, подожди. Там где-то у меня лежало. Пять древних плодов, ты прикинь. А где у нас древние плоды? Здесь, наверное. И что, и как мне добыть? Ага. Вино древний плод, серебряная звезда, я тебя понял, окей. В эту бочку закидывать ничего не будем. Причем я сейчас случайно абсолютно ударил. Я хотел, что, вот эту штуку убрать отсюда, да? Оно здесь мешается. И вот эту штуку убрать. Вроде больше ничего мешаться не должно. Пока что это временно поставим вот сюда. 12.40, время еще есть. Также нужен динозавровый майонез из-за того, что динозавры очень медленно выводятся. Мы можем сразу поставить... Делаться его, да, все верно. Я сейчас подумал, что я что-то не то сделал. Так вот, черная икра нужна была. Интересно, есть ли хоть малейший шанс, что у торговки она появится? Скорее всего, да. То есть, просто это супер редкая, наверное, вещь. Одна из супер редких вещей. И за все-все-все-все вот это время, что мы с вами играем, ни разу у нее не появлялось. Но шанс на это есть, в принципе. Почему бы и нет? Привет. Черничный пирог, семена кудрявой капусты, обычное удобрение, тюльпан, рыба, еж, спиннер. Это все не... Биск. Плюс 50 максимальной энергии. Прикольная штука. Но все это не то. Ладно, хорошо. Итак, продаем с вами все это добро. 8 тысяч за майонез, обалдеять. Здесь это все тоже продаем, но это мне не нужно. А винищи, естественно, оставим. Все это ушло. У нас с вами 33 тысячи, этого хватит. Робин, привет. Итак, во-первых, косметический ремонт. Добавляем вот эту комнату. Там же ничего сейчас не мешает. А какие? Что тебе не нравится? Постель вот эта не нравится, что ли? Видимо, вот эта постель ей не нравится, и постель нужно переставить. Ладно, хорошо. Еще раз привет. А может быть с улицы что-то мешает? Я прям даже не знаю. Ладно, потом посмотрим. Построить. Да, улучшаем с вами. Секундочку. Выберите большой птичник для улучшения. Вот этот. Все, отлично. Это мы с вами завершили. Угу, давай. У меня, кстати, абсолютно закончились камни. То есть нужно будет заморочиться, идти в пещеру и собирать. Пэм, привет. А, да, 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 да. Здорово, молодежь, не мокнешь. Нет, не мокну, а ты не мокнешь. Давай с тобой едем в Калика. Но мы здесь с вами задерживаться не будем, потому что у нас с вами еще и дома дофига дел. Так, тотем пустыня. Подожди, подожди, подожди. Вот. Тотем телепорт пустыни 10 иридевых. То есть мне рецепт именно нужен. Кокос иридевая руда. Хм, блин, зараза. Дорогая штука. Легче купить за это. Волшебная ковбойская шляпа 333. Призматическая энергия. Это самое дорогое, что есть. Самое дорогое. Хорошо, вот именно на это хочу накопить. Зеленый тюрбан. Здесь 50. Ну ладно, давайте сначала накопим. Итак, покупаем с вами максимум. Да, все хорошо. Десяток. И, наверное, едем пока что обратно, потому что здесь нужно вот эти штучки собрать. Червяков. Здесь еще не все собрано, не все артефакты, мне кажется. Так, в первую очередь, давайте-ка я положу это сюда, добро. Прикольно, что они еще до сих пор мне помогают. Ладно, раз. Майонез. Лосось пустоты. Черт, а где же он добывается? Заглянул на Вики. Это просто шикарно. Лосось пустоты можно поймать на болоте ведьмы. Соответственно, тоже пока мы с вами не выполнили это задание, этого сделать было нельзя. Но теперь у нас есть туда доступ. То есть мы можем поймать. Нам нужен один аккумулятор для Пэм. А с Пэм у нас максимальное отношение вообще? Или чего-то не хватает? Пэм. Одного сердечка не хватает как раз. Я тут так прикинул. А давайте-ка закинем с вами какое-нибудь вот такое яйцо. А, такое. Ну пускай такое, действительно, яйцо. Закинем сейчас вот сюда. Пускай он кубируется. Хочу еще одну курицу. Так, отдаем Пэм аккумулятор. Держи. Хм, у тебя особо аккумулятор. Спасибо, молодежь, выручаешь. Так вот. Плюс задание выполненное. И самое главное, отношение. Все. Максимальное. А его здесь нет. Ну, на самом деле, наплевать. Мы просто заходим и покупаем билет. Тысяча золотых. Хаки договорились. Выглядит как новое. Ты где был-то, эй, разбойник? Пират. Ну, погнали. М-м-м. Окей. Все, я могу двигаться, да? А, понятно. Я думал, что это еще заставка, потому что, видите, краба. Ну, то есть, странно. Стоп. Я так и не вынимал вот эту штуку. В надежде, что мне попадется что-нибудь вот такое прикольное. Что там может быть? Медная руда. Амнежода. Ну, амнежода. Это классно. Здесь что-то было. Это явно теперь разрушено. Скорее всего, можно будет починить. Или... Хотя, кто ж его знает. Вижу эти оба еще. Две амнежоды. Стой. Да, черт. Я думал, с тобой можно поговорить. Попугай чертов. Подожди. Или он выращенный попугаями какой-нибудь. Чувак. Сюда можно телепортироваться. Семя у меня живет. Великая черепаха, которая меня не пускает. Там тоже черепаха. Забавно. Естественно, нужно будет что-то сделать, чтобы их отсюда убрать. Это что за дерево такое? Ну-ка. Это плод на нем? Да, это какой-то плод. Золотой грецкий орех. Один. Вы получили золотой грецкий орех. Нафига? Ну-ка. Нет, здесь ничего. Подожди, подожди, подожди. Это похоже на гондолу воздушного шара. Здесь что? Нужно древние орехи кидать? Или нет? Или бананы? Не знаю. Да, попробуем грецкий орех кинуть. Ой, блин. Вы сейчас... Нет. Нет, нет, нет. Грецкий орех у нас вот здесь засчитывается. Не могу туда кинуть. Что-то туда можно кинуть. Ладно, потом. Прикольно. Это чувак. Что такое? Грецкий орех, дай. Да на, держи. Я не знаю, наверное, зря я это сделал. Ну ладно, бог с ним. А, ну то есть мы таким образом показали ему, что мы не злые, да? Мальчишек смотрит на вас глазами полными любопытства. Ну? Похоже, он находится в близких отношениях с попугаями. Но он слишком стеснительный, чтобы сразу подойти к вам. Может, он начнет добирать вам, если вы подружитесь с попугаями? Ну да, я про это и говорю. То есть нужно подкармливать попугаев грецкими орехами. Что там еще есть? Кар. Тайное светилище в тропическом лесу. Кар. Тайное светилище в тропическом лесу. Как мне туда попасть, друг мой? У нас только одно дерево пока что, да? Черт. Что можно туда кинуть? А мне же воду. Нет. Уголь. Может уголь? Потому что видите, здесь какие-то... Я думал, может быть зажечь это можно. Нет. Грецкий орех, его вообще выбрать нельзя. Ладно, пошли дальше посмотрим. Ух ты, огонек. Ха-ха. Ну и... Мне его как-то поймать нужно, потому что он скорее всего разожгет вот там огонь. В том вот пьедестале. Неплохо, палатка. С костями. Ну то есть это раскопки велись археологические. Здесь ничего нету, но здесь что-то можно будет выкладывать, мне кажется. Скорее всего да, пока что здесь ни черта нет. Или здесь может быть появится какой-нибудь человек. Мост сломан. Подожди, а починить можно? Я тебя слышу. Ты смотри. Я тут застрял. Я тебя понял, понял. Смотри сколько костей. Ну показывай. Древний храм. Хм. Техника. Понятно, пока что туда не попасть. Че? Капает вода и таким образом... Понял тебя. Появляется мост. Нужно что-то здесь починить. Либо налить воду каким-то образом. А! Налить воду. Ну конечно же. Конечно же. Изи пизи. Лемон сквизи. Вот для чего это здесь. А? Правильно, отлично. Я надеюсь, что он не исчезнет. Подожди. Мне интересно сходить сюда. Раскрыть этого чувака. Потому что храм, мне кажется, это... А нет, здесь нет прохода. То есть, скорее всего, мы пройдем через храм. Выйдем вот там. Там здесь как раз... Давайте сюда сейчас заглянем. Еще одна гондола. Я не знаю. Скорее всего, это действительно какой-то воздушный шар. А может быть просто... Ну, какой-нибудь подземный проход. Там будет видно. Ой-ой. Слаймусы. Класс. Огненные слаймы. Клубин таро. У-у-у-у. Тихо. Ну давай. Саламандра, блин. Кусочек кости плюс. Давай, да-давай. Подходи. Да плевать. Правда, пробили меня очень сильно. Семнашка. А, нет, это выносливость. Я путаю выносливость и здоровье. Слишком близко стою. Вот теперь действительно пробили. У меня есть вот эта штука, которую я давно хочу убрать из кармана. Ну и, в принципе, сейчас можно именно съесть. Просто три супа из водорослей. Где мы с вами добыли? В канализации, если я не ошибаюсь. Ладно, давай сидим, все. Прикольно. Ну-ка. О-о-о-о. Май. Обрывки. Да ты прям шутишь. Обрывки дневника. День первый. Да тут дофига контента. Мой корабль пошел ко дну. Разбитый бурей, поглощенный непрощающим шибак океаном. Я оказался один на этих странных берегах. Команды моей больше нет. Остался лишь я один. Возможно, Леди Фортуна благословила моей старой Косте на удачу. Или же у нее еще есть на меня свои планы. Но выбора у меня нет. Мне придется как-то тут обживаться. Свежей воды тут в достатке. Растения есть, а почва плодородна. Сначала нужно построить убежище. Некоторых страниц не достает. То есть нужно искать. Ну окей. А здесь... Ну нет, просто камушки, да? Видишь? Прямо шестеренка огромная. Жесть. Хорошо сделано, однако же. Ну вообще у него игра хорошо сделана, что ни говори. Он вообще молодец в этом плане. Вот это что такое? Железно просто, да? Железно. Хорошо. Я не думаю, что здесь есть проходы вниз. Скорее всего, просто нужно идти вперед. А вот там это и риди. Это и риди по-любому. Огонечек, привет. А ты... Да господи, отстань. Почему ты все-таки липкий-то? Поглянись, пожалуйста. Ты же огненный. Черт, здоровье теряю на ровном месте. Не дружу я с этими слаймами. Плохо у меня получается их забивать. Черт знает почему. Со всеми остальными все гораздо проще. Слайм у меня постоянно... Мне кажется, вот сейчас забью, сейчас забью, сейчас забью. И нифига. И сидишь, урон ловишь. Тихо, тихо, тихо. А, это типа скелетов, я понял. Фига себе. Ладно, нормально. Медь или не медь? Огромный какой-то динозавр здесь. Останки. Тлеющий осколок. Вы чувствуете, как изнутри осколка исходит теплый свет. Материал. Такое ощущение, что я его видел уже. А может быть, просто похожий был камень из этого самого. Из-за живота какой-то выпал. Как вариант. Клубень Таро. Или Тара. Позадить при теплой погоде. Десять дней. Растет быстрее рядом с водой. Похоже на рис, да? Но... Но не рис. Имбирь. Прикольно. Что-нибудь починить можно? А если ударить? Ага. Стоп. Ну он теперь будет мешаться до победного. Иди отсюда. Ладно, нормуль. Это добыть нет, нельзя. Если это можно добыть, значит и это можно добыть. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Прикинь. То есть я думал, это нужно добыть для того, чтобы продвинуться дальше. Саженец манго на халяву. Вообще шикарно. Но нет, это просто что-то типа сундука. Хорошо, я понял. Прикольно. Это нефрит, он мне. Не нужно мне много его. Ладно, хорошо, это проверили. Я думал, починить можно что-то. Жесть. Нет, отстань. Идем дальше. А! Стоп. Уровни. Второй уровень. А там выход есть. Тихо, он взорвется сейчас. Я не сразу это понял. Окей. Я, наверное, вот эту штуку выкину. У меня этого добра навалом. А что, забить тебя просто так нельзя? Понял. Потихонечку собираем с вами грецкие орехи с них. Это разрушить нельзя, только по кругу обойти. Медь мне на самом деле сейчас вроде не ошибка нужна была. Я не помню, где-то каких-то ресурсов, ну, рецептов, которые мне нужно сейчас было бы при помощи меди делать, завершать. Ну, давай. Всплывай. Кусок кости, ладно, ерунда. Ну, да что такое? Очень много времени, конечно, потратил я в городе сегодня. Нужно было сразу сюда ехать. Да кто же знал, что здесь столько контента. Золотой орех, три штуки. Контента здесь просто немерено. Ну-ка. Ладно, нормуль. А мне жоды. 0,50. Тихо, стой. Стоп. Есть, хорошо. Не успею я, не успею. Ладно, выходим отсюда. Все, летим домой. Ну, на самом деле, вот это мы будем проходить с вами завтра. В следующем выпуске появляется кофеечко у нас. 0,50. Добежим, все окей, лежим. Летим спать. Просто летим домой, хотя бы просто домой. Не люблю я деньги терять здесь вот. Вместе с Брюсиком на коврике. Ну что ж, сегодня прям очень много всего сделали. Добрались до острова. Получили парочку этих самых грецких орехов. Это на самом деле классно. Блин, затащило в постель. Прикольно. Вот. В прямом смысле. Всегда мечтал в собственной библиотеке. Так очаровательно. В общем, я не ожидал, что там настолько будет прикольно. И столько всего нового. Естественно, мы с этим будем разбираться в следующем выпуске. На этом пока что все. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем.